Что такое депрессия? Депрессия — это когда мужик не подходит Олег Геннадьевич. Нет, депрессия — это когда вы не умеете правильно воспринимать этот мир, наполняться. Потому что если мужичок не тот достался, можно с помощью оптимизма его переварить. То есть сделать так, чтобы он нормально начал себя вести. Понимаете? То есть просто не хватает силы. Вот, допустим, не хватает силы на свекровь ее братьев. Если бы много было силы, бы все справились со всем, и они бы успокоились. Понимаете? Не хватило силы уехала к маме отдыхать, восстанавливаться. Тоже нормально. Не надо там хоронить себя. Просто нужно понять, как работает система. Понимаете? Главная проблема — это мой анализ. Я 30 лет лекции читаю. Понимаете? Мой анализ современного общества таков, что людям не хватает в этом мире наполнения. Они не могут переключаться. Они расходуются только все время. А наполняет человека три вида сил. Я рассказывал только про один вид сил. Это энергия природы. Природа — это мать, которая дает сисью человеку. Но человек почему-то думает, что ему эта сисья не нужна. Что он может пососать телевизор, понимаете? Вместо парка или леса там. Ну вот это наше мышление. Мы чем занимаемся? Мы сосем компьютеры все время, понимаете? Мы не хотим парк сосать, не хотим лес сосать, не хотим свежий воздух. Мы хотим делать то, чего не надо нам так много, понимаете? Для нашей жизни. И поэтому мы теряем себя, теряем силы. У нас нет сил жить нормально. Поэтому столько разводов, неудачливые судьбы, депрессия, напряжение. Энергия воздуха. Стройная девушка. Это энергия воздуха в ней. Сильный парень. Это энергия воздуха. Сильная концентрация внимания. Это энергия воздуха. Способность решать проблемы. Волевая сила в человеке. Решимость достигать цели. Что-то я, Олег Геннадьевич, не могу на работе ни на какой задержаться. Энергия воздуха. Что делать? Надо просто гулять на свежем воздухе. Наполнять себе энергией воздуха. И тогда у тебя будет больше сил работать. Тебе просто не хватает сил работать. Ты поработал, поработал. Устал, сбежал. Потом опять думаешь, что-то я не могу себе работу нормально дойти. При чем тут работа? Ты просто неправильно живешь. И все. Концентрация внимания. Не могу сосредоточить. Не могу запомнить ничего. Иди прогуляйся. И ты будешь запоминать лучше. Потому что тебе нужна энергия воздуха. И так человек в движении получает все виды энергии природы, если он способен отвлечься от своих желаний и проблем. Самая главная проблема современного общества заключается в том, что люди теряют переключатель. Они не могут отвлечься. Они все время или находятся в состоянии развлечения. То есть они развлекаются компьютером, телевизором, вином, чем угодно, друг другом развлекаются. Но только не восстанавливаются. Запомните развлекаться или наслаждаться жизнью. И восстанавливаться — это разные вещи. Для того, чтобы восстанавливаться, надо заставить себя выйти на улицу. То есть заставить означает переключиться. Понимаете? Потому что человек, когда он судит за телевизор, он переключается? Нет. А он там чем-то наполняется? Нет. Он просто тратит зря свое драгоценное время. И потом дальше инфаркт Микарда, как этот Райкинг. Вот такой рубец. Понимаете, почему инфаркт Микарда произошел? Вот такой рубец. Потому что неправильно живешь. И потому что врачи плохие, не вылечили. Потому что неправильно живешь. Вот и все. Энергия воздуха дает человеку отсутствие грыж. Варикоз не вылазит. Вены не вылазят. Живот не вылазит. Давление не повышается. Потому что давление означает неправильное движение энергии воздуха. А также нет радикулита, полиартрита, запоров. Запоры – это тоже неправильная энергия воздуха. Врач вам может сказать в этом случае. У вас лишние энергии воздуха в организме. Но это не воздух. Это дошавата. Согласно. Что такое дошавата? Это неправильный воздух. Неправильный воздух означает, ты напряжен, но не двигаешься. Вот когда человек напряжен, он должен двигаться. Если он напряжен и не двигается, значит он получает себе болезни костей, суставов, запоры, повышенное давление. Все. Если у тебя настроение испортилось, радуйся, радуйся. А если у тебя, допустим, сон нарушен, тогда тебе нужно спокойствие и на земле. Быть спокойным на земле. То есть быть на земле, тоже двигаться спокойно для того, чтобы наполниться землей. Для того, чтобы наполниться воздухом, надо двигаться активно. Для того, чтобы наполниться солнцем, надо радыться, желать всем счастья на улице. Но тоже нужно движение. Потому что без движения махевики не работают. Знаете, что такое маховики? Это когда вот в топку воздух загоняют. Ну, то есть, чтобы загнать в наш организм энергию здоровья, нужно движение. Если нет движения, энергия здоровья не заходит в организм. Услышали? Нет? В песне. Последний шанс. Олег Геннадьевич переедет только через год. А геморрой развивается за три недели. Не приехал, он вовремя как бы не понял суть лекции. И потом его не засунешь назад, понимаете? Надо двигаться много. Причем, понимаете, двигаться будет тяжело, потому что геморрой будет мешать. Надо много двигаться, чтобы он засунулся назад. И двигаться придется очень аккуратно. Понимаете, вот такая вот суть проблемы. Чем больше запускаешь проблему, тем тяжелее потом жизнь становится. Олег Геннадьевич, я уже не могу ходить. Чтобы вылечить суставы, надо много двигаться, потому что болезнь суставов означает напряжение, энергия воздуха. Она лечится движением, активным движением. А чтобы активно двигаться, нужно иметь здоровые суставы, да? Получается замкнутый круг. И что нужно делать? Нужно двигаться все равно, идти как можешь. И постепенно вылечиваться. Все, вот такой выход. Как вот почувствовать любовь к энергии воздуха? Что такое энергия воздуха? Это сила воли, это победа, это способность преодолевать трудности. Понимаете, когда... Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж. Надо любить энергию воздуха. Побеждать, преодолевать трудности, не сдаваться. Наполнился? Дальше что? Побеждай. Наполниться воздухом? Прогулялся, наполнился? Иди добивайся. Потому что кто ищет, кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот найдет. Кто весел, тот смеется. Значит, может заставить себя. Заставить себя означает наполниться энергией воздуха. Нет воздуха? А я говорю, что я не могу себя заставить. Не можешь себя заставить? Иди прогуляйся. Нужен воздух, понимаете? Я не могу жить со своим мужем уже. Иди прогуляйся. Заставь себя. Это одно и то же, понимаете? Я не могу покакать, Олег Геннадь. Иди прогуляйся. У тебя не хватает энергии воздуха, потому что энергия воздуха также дает возможность покакать. Ну, чтобы ты знал. Потому что люди думают, что им не хватает касторового масла, и поэтому они могут покакать. Или там это, что еще там? Кассия, да? Покакать ты не можешь, потому что тебе не хватает движения. Потому что когда у тебя напряженный кишечник, это тоже от нехватки движения. Все, иди двигайся, и не будет запоров. В голове тоже запоры. У меня мысль остановилась, Олег Геннадьевич. Надо двигаться. Прошелся, прогулялся, мысль пошла. Вот студенты, допустим, учатся, учатся, много изучают. У меня не тратят энергии воздуха. Нужно постоянно на свежем воздухе, понимать, даже учеба должна быть на свежем воздухе, проходить сама. Меня сейчас посидели, мои знакомые посидели, я говорю, а можно в беседке мне работать? Там свежий воздух. Пусть там теплее чуть-чуть, но зато там свежий воздух, и я чувствую, у меня работоспособность лучше. Ну, ножками пошла двигаться, еще массаж, такое понятие, размассировала все ему. То есть нужно движение. Вот так еще, если еще есть динамические нагрузки, а эстетические, и поймите, нужна природа. Вот, допустим, маленький ребенок, возьмите, вот он даже сидеть не может, возьмите его, положите вперед, ножки, он раз, и вперед, и он такой, лежит, кряхтит. Все, будет какать вот так. Потому что он, это называется статическая нагрузка, то есть это йога, бэби-йога, то есть положил его, он такой лежит. Вот, зачем это надо? Это надо для того, чтобы есть статическое напряжение, есть динамическое, но все это надо делать на свежем воздухе, надо, чтобы он на улочке это все делал, потому что энергии природы дома нет, понимаете? Нет, а с фотографией целоваться бессмысленно. Энергии нет. Нассаж тоже всего тела, ног, рук, всего тела. Он зажат, ребенок, понимаете? Зажат. Ему нужно движение, статическая нагрузка, динамическая. Понимаете, да, о чем я говорю? А зажат означает, не хватает энергии, воздуха, природы, не хватает свежего воздуха, другими словами. Человек дома живет, в стенах, понимаете? Это искусственное состояние. Раньше люди так не жили, они жили на природе все. И к нам сродила природа, понимаете? А мы себя запихали куда? В панельные дома. Все, вот и диагноз. Это жизнь в большом городе, жизнь в мегаполисе. Мама, во всем виновата мама, да. Природа не эта фигня, мама. Надо на природу ребенка вытаскивать, понимаете? И там массаж, движение, и все наладится у ребенка. Знаете, настоящее лечение очень простое. Люди часто очень все сочиняют, выдумывают. Но люди, которые очень простые. Я вот в Бишкеке, я каждые 6 дней бегаю по 16 километров. Непрерывно прям бегу. И в Бишкеке я вышел, нашли где бегать, пошли в школу. Школа просто обычная, детская. Столько людей ходят, бегают. И я смотрю, три женщины такие идут, и улыбаются мне такие. А потом я их встретил на лекции. Они слушают мои лекции, и поэтому каждый день ходят в стадионе, вокруг школы. И счастливые. Там много таких людей, которые их слушают, не слушают мои лекции. Просто они хотят здоровый образ жизни вести. И этим людям не надо рассказывать, что им надо делать. Они просто зарядку делают каждый день. И они здоровые, понимаете? Это элементарная вещь, которую мы забыли. В этом проблема вся. Просто там уже есть детали, которые сейчас я тоже буду вам рассказывать. Но эти детали означают, кому-то больше бегать надо, кому-то больше, допустим, стоять неподвижно. Кому-то надо больше поститься. Но это все детали. Но самое главное, человеку не хватает энергии природы. Запомните, в большом городе. Вот в деревне там таких проблем нет. Там другие проблемы. Там надо, чтобы там не квасили, не бухали. Ну, то есть, слишком много энергии. Некуда девать. Ладно. Итак, человеку в жизни не хватает трех видов энергии. Которые все связаны с Богом, естественно. Первый тип энергии называется энергия природы. Она дает здоровье человеку. И здоровье, мы говорим здоровье, это, мы говорим здоровье, означает, нет диагнозов, да? На самом деле, если у вас плохие отношения с мужем, вам не хватает здоровья. Я вас уверяю, мои хорошие. Уверяю. Потому что, если вы, допустим, приехали с курорта, у вас хорошие отношения. Или на курорте, допустим, потому что солнце, вода, много солнца, много воды, много радости. И все счастливы, понимаете? Вы не ругайтесь, потому что хорошо. Но если не совсем, не тупите, конечно. Если вы правильно отдыхаете на природе, вы всегда будете счастливы, потому что вы наполнены. Или в лес поехали куда-нибудь, на речку там. Всегда все радуются, бегают, счастливые. Потому что человек катает сил, понимаете, там. Главная проблема отношений – это ненаполненность. Запомнили? Не надо списывать это, он плохой, я плохая, мы несовместимы. Это все ваше сочинение. Не надо слишком много сочинять, все проще гораздо. Вторая энергия – нехватка энергии природы. Когда человек чувствует себя в жизни плохо в целом. Все, нехватка энергии природы. Запомнили? Чувствует себя плохо человек. Как бы плохо себя ни чувствовал, не имеет значения. В отношениях плохо себя чувствует, в отношениях с самим собой не хватает энергии природы. Теперь следующая проблема. Когда человек не может выйти замужем. Когда человек не может устроиться на работу. Когда человек не может с властями наладить. С детьми наладить отношения. С родителями наладить отношения. Это значит, что ему не хватает энергии добрых людей. Потому что есть социальная сила человека. Я сейчас вам говорю о социальной силе. Есть сила здоровья. Я вам приводил пример. Ребеночек или собачка крепенькая. Это сила здоровья. Понимаете? Радостная. Она не то, что крепенькая, а такая грустная. Она радостная. Это тоже сила здоровья. У собачки. Также у человека разницы нет. Радостный, крепенький. Радостный означает хороший характер. Радостный означает солнечный. Радостный. Понятно, да? Вторая проблема – это нехватка энергии людей. Люди думают, может, меня сглазили. Может, испортили. Может, у меня там крест какой-то одиночества. Двойной, тройной, четверной крест одиночества. И всех у нас, у меня, и у мамы, и у бабушки, и у прабабышки. И у всех крест одиночества. Понимаете, сочиняют люди. Много сочиняют глупостей. Нужно все, что угодно можно себе придумать, чтобы ничего не делать. Понимаете? Чтобы вот все обречено. Понимаете? Что хочешь, можно придумать, чтобы ничего не делать. А надо что делать? Надо понять, глубже понять, как устроен этот мир. Я вам рассказываю. Вот, допустим, если человек штангу не может поднять, А что ему надо делать? Ну, что ему надо делать? Качать мышцы. Да? Гантельки сначала поднимать маленькие. Раз, два, три, четыре. Потом пришло время. А! Шлангу поднял. Почему? Мышцы накачал. Сильным стал. Рыу! Так? Вот точно так же. Одна же девушка меня спросила. Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж. Что надо делать? Я говорю, надо мужика, парня какого-то, сбить с ног. Что он потерял себя. И тогда ты выйдешь замуж. Она говорит, она вот такая разумная девушка, говорит, Как сбить с ног? Я говорю, для того, чтобы его сбить с ног, ты должна быть сильная. Когда женская сила, девичья сила становится сильнее мужской, на нее все начинают смотреть. Потому что не важно, понимаете, некоторые говорят, а я некрасивая, поэтому на меня не смотрят. Это полный бред. Девушка родилась, значит, красивая. Почему на тебя не смотрит? Потому что у тебя нет силы. И когда девушка сильная, и даже не надо выпендриваться, не надо улыбаться там, не надо там раздеваться, ходить там, как бы в очень маленьком количестве белья. Понимаете, это не обязательно. Нужны просто силы. Я сейчас вам расскажу, откуда берутся силы, чтобы выйти замуж. Я всем разумным девушкам, которые сидят в этом зале, женщинам и даже бабушкам, скажу один, смеетесь? В Екатеринбурге одна пожилая женщина, бабушкой не могу назвать, потому что, как бы, щечки такие крепенькие, хорошие. Вот. Она, ну, правильно живет, наполненная такая. Она говорит, Олег Иванович, можно я не вопрос буду задавать, а скажу сейчас. Я говорю, ну, скажите. Ну, я не вам, Олег Иванович, а им, вот там, молодым дурам скажу. Я говорю, хорошо. Она говорит, слушайте лекцию Олега Геннадьевича. Я, говорит, начала слушать, мне сейчас шестьдесят пять. Говорит, у меня три ухажера, я выбираю. Это я вам клянусь, так вот такая у нас беседа была. Ну, то есть она просто начала делать, как в лекциях, написано, шестьдесят пять лет, теперь три ухажера. Ну, если вы считаете, что вам, вы старше, как бы, тогда я не могу вам дать советов, но, скорее всего, вы младше. И вдумать, ой, а такая старуха уже, они выйдут. Проблема не в этом. Проблема в том, что у вас нет сил. Я буду сейчас рассказывать, откуда берутся эти силы женские, чтобы выйти замуж. А сейчас послушайте, потому что многие женщины, они себе носы меняют, там еще что-то меняют, думают, что надо так поменять, чтобы сразу красивой стать. Это полный бред. Красота женщины, на которой женщина находится в ее сердце, потому что внешняя красота женщины, она вызывает похоть у мужчин только, желание секса. А это ничего общего с замужеством не имеет, чтобы вы знали. Потому что у мужчины есть два типа любви к женщине. Один тип любви заставляет его ответственность взять за женщину. А другой тип любви вызывает в нем желание наслаждаться ее телом. Так вот, если вы хотите получить этот тип любви, который приводит к замужеству, тогда слушайте песенку. И я потом расскажу, почему девушке так получилось, хотя она некрасивая. Как вы думаете? Ну то есть внешне вот эти формы лица, они нужны, но это всего лишь просто как приманка, знаете. Рыбка на приманку не клюет, она на червячок клюет. Понимаете? То есть не родись красивой, а родись счастливой. Ну то есть нужна сила какая-то другая, чтобы выйти замуж. Что это значит? Это значит, что в ней есть определенный тип силы, наполненность. Понимаете? Эта сила означает способность заботиться о людях и любить их по-женски. Неспособность мечтать, сидеть, мечтать. Когда же меня встретит мой принц? Никогда. Почему? Потому что ты никем занимаешься. Девушки, все девушки хотят заботы и внимания. А надо эту же самую силу направить на другие, то, чего ты хочешь. Ты начни внимание всем оказывать и заботу. Кто тебя окружает? Вот скажите, что-то у меня нет так много ребят вокруг, что внимания и забот им оказывают. Оказывается, надо внимание и забот не ребятам. Потому что на ребят ты будешь тратиться. Чем больше на тебя ребят глазеют, тем меньше красоты. Поэтому девушки в древней культуре закрывали глаза. Себя закрывали. Зачем закрывали? Чтобы один раз так оп. И готов. Копили силу. И не надо много париться. Один раз так. И смысл сняло. Смело от человека. С силой женской. Красоты. Понимаете, мои хорошие? Нужно копить энергию любви к тем, кто рядом с вами, к девушкам вашим, нужны подружки. Нужно к маме, к папе, к родственникам. Ко всем очень радостно, по-доброму относиться, служить им, заботиться. До какого момента? Теперь скажешь, сколько служить, Олег Геннадьевич, чтобы сбить с ног кого-нибудь? Рассказываю. Я все вам расскажу подробно. Хочется замуж, да? Уж замуж не потерпешь. Хорошо. Очень сильно служить и заботиться. Очень сильно надо себя пересилить, не сидеть, вот и печься. Ой, ты дурочка моя, трубодурочка, ты чего же исхудала фигурочка? Вот, не сидеть и печалиться, а наоборот, служить всем, заботиться. И в тот момент, слушайте же, девушки, в тот момент, когда вам станет хорошо, даже несмотря на то, что никого нет, просто хорошо, потому что много люблю маму, папу, люблю подружек, город, люблю, Ташкент. Ну, все люблю я. И мне хорошо, и так. В этот момент вы становитесь сильнее мужской энергии. И в этот самый момент, когда вам так одно и уже хорошо стало, на вас начнут смотреть. Причем те, кто надо. Потому что до этого тоже смотрели, как бы, всякие метры с кепкой. Вот. А сейчас нормальные парни смотрят. Почему? Потому что стало сильной. Бояться подойти, надо еще больше служить. Когда боятся подойти, внешняя красота сильнее внутренней. Значит, боятся подойти. Вот когда много служишь, они перестают бояться подойти, потому что очень надо. Очень хорошая девушка. Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не устанет рука. Понимаете? Очень надо. И уже не боится. Он такой, подходит девушка. А меня Федя зовут. Ну и дура. Правильно. Идем вперед. Итак, мои хорошие. Вы меня услышите, пожалуйста, мои дорогие. Потому что я очень глубоко вижу людей. Вы скоро в этом убедитесь, что первый раз пришел. Вот. Надо из депрессии выйти, мои хорошие. Из депрессии выйти. Вы пострадали от событий в жизни. Свежий воздух сначала. Депрессия, выход из депрессии. Сначала свежий воздух. А потом, когда силы появятся, тогда любовь к людям. Сейчас нет сил. Ваш вопрос. Что Вы хотели мне спросить? Свежий воздух не хватает. Свежий воздух не хватает. Ну надо наполнить же. Вот дети надо, понимаете. Крепенькая собачка, хорошая. Наполнится девочка краса. Девушка краса, длинная коса. Ну то есть, понимаете, крепенькой статильникой нужна природа. У Вас хватает отношений с людьми. Вы все правильно делаете. С Богом хватает отношений. Все правильно делаете. С природой не хватает. Не доценили этот фактор в вашей жизни. И в результате одна до сих пор. Это очень плохо. Слушайте лекции внимательнее. А почему с природы начал? Потому что все начинается с матери. С ней надо сначала строить отношения. Потом с людьми будут силы. А потом будут силы с Богом. Понимаете? Даже чтобы молиться, нужны силы. Сил нет. Молитвы тоже нет. Итак, девушки, Вы меня услышали или нет? Подруги замужем давно, А я принц и все мечтаю. Его я бедил лобки ногом, А в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил, И цветы всегда дарил. Понимаете? Мечтать не вредно. Толку от этого никакого нет. Нужно действовать. Подруги замужем давно. А ты чем занимаешься? Мечтаю сижу. Ну, значит, мечтай дальше. Ничего не изменится. Хочешь внимания к себе, Заботы к себе хочешь, Ничего не получишь. Нужно заставить себя начать жить. Ты скажешь, У меня нет подружек. Ищи. У кого нет подружек, девушки? Хорошо. Кто хочет дружить? Еще больше. Ну-ка, руку оставляйте поднятой. Кто хочет дружить больше? Вот идите вон, Увидите вот теперь. Поднимите. Вот двоих увидите. Вот с ними дружите. Подходите к ним, Дружите с ними. Именно они нуждаются в женской заботе. Запомните женщины. Только женщины наполняют женщин. Только мужчины наполняют мужчин. Все остальные друг на друга расходуются. Поэтому женщины должны дружить сильнее друг с другом, Для того, чтобы больше выходить замуж. Понимаете, И женщины по факту и помогают выдать замуж. Когда женщина активно и находит парня, Девушки находят. А потом еще и его уговаривают. Говорят, дурак. А он сходит, думает, Да, дурак, что ли, на самом деле. Девушка не хочет уже. Одна хочет быть. Значит, устала уже от отношений. Надо... От женщины стал усталой. Это значит, не хватает энергии природы. Природы не хватает. Сил нет общаться. А? С собой хорошо. Значит, нужна молитва. Отношение с Богом. Если у вас хватает отношений с людьми, Нужны отношения с Богом. Нужны отношения с природой. Если вам сил хватает, И хватает отношений с людьми, Одной хочется быть. Это нужна молитва, значит. Это не одно. Мы не бываем одни. У нас Бог в сердце живет. Значит, хочется с Богом общаться. Хочется знания. Хочется возвышенного чего-то. Это следующая тема. Мы тоже сегодня будем говорить. Итак, дальше поехали. Социальные силы. Понимаете? Человеку не хватает социальной силы. Некоторые думают, Что-то я здесь в Ташкенте Устроиться на работу не могу. Причем тут это? Причем тут Ташкент? У тебя нет силы устроиться на работу. Откуда берется сила? Надо учиться служить по-мужски. То есть заботиться обо всех по-мужски. Там что-то сделать для всех. Там что-то сделать для всех. Как сделать так, чтобы устроиться на работу? Слушайте. Это другой вид силы. Понимаете? Надо наполниться силой. Точно так же, как мы качаем мышцы, Точно так же человек может стать таким сильным, Что вы захотели взять на работу. Это сила от человека исходит. Вот почему девушку берут замуж? Потому что она сильная в общениях, в отношениях. Точно так же на работу почему парня берут? Вот пришел такой, У меня два диплома, Возьмете на работу? Не возьмем. Почему? Душ слабый. Он пришел такой, Сильный такой, Радостный такой. Почему? Потому что из него трудолюбие исходит. Энергия трудолюбия. Чувствуют люди, Он принесет пользу. Он трудолюбивый. И он поэтому Не зашоренный на деньгах. Понимаете? Он такой уже, Ну ладно, берем. Он такой, А зарплата какая будет? Все не берем. Понимаете? Такой, берете? Хорошо. А ты что не спросил, Какая зарплата? Он говорит, А что спрашивать? Я знаю, Что мне все равно будут сплатить больше. Почему? А я люблю работать. Оп, давай проверим. Давай. Все. Он любит работать, Он знает, Что ему париться, Что бояться. Когда человек боится, Что зарплата маленькая, Значит, Он не хочет работать, А денег хочет. Но если он любит работать, Что ему париться? Ему все равно будет хорошо платить. Или он найдет все лучшее? Потому что он любит работать, Значит, проблем нет. Что, думаете, Он не найдет работу, что ли? А? Найдет 100%. Это называется социальная сила мужская. Успешный человек. Означает, Очень сильно любит Делать для людей, Приносить пользу. Все. Успешный человек. Женщина, мужчина не имеет значения. Я знаю женщин, Которые очень успешны В социальном плане. Они могут легко найти себе работу. Легко продвигаться по службе. Но замуж не могут выходить. Почему? Потому что это разная сила. Есть сила, Желание трудиться для общества. Это социальная деятельность. А есть близкие отношения. Не то, что ты трудишься, А ты общаешься, Любишь всех, Заботишься обо всех, Ласково себя ведешь. Вот это дает за мужество сила. А когда человек радостный, Хочет трудиться, Значит, Это дает силы Работать. Устроиться на работу. Вы скажете, А я вот люблю работать, Допустим, И у меня есть работа, Хватает работы. А вот Низкооплачиваемая работа, А это другая уже энергия. Эта энергия, Она еще труднее, Более понимаемая, Потому что много людей же Низкооплачиваемая, Значит, Мало кто понимает, Как сделать так, Чтоб высоко было оплачиваемое. И я сейчас вам расскажу, И вы все равно не поймете. Я вам точно говорю. Потому что у вас сразу возникнет Внутри протест против моих слов. Так работает защитный механизм От излишнего количества денег. Слушайте, Сейчас удивитесь, Правда, что ли, Защитный протест возник? Правда? Если вы хотите, Чтобы у вас было Высокое положение в обществе, Нужно понять Божественное, Божественный выбор Старших. Бог создает Себе Систему Объединения Всех, Кто старший, Кто управляет Обществом, Для того, Чтобы страна была сильной. И это объединение, Оно Называется Уважение друг к другу. Все люди, Которые хотят Быть ближе к власти, Они должны Уважать Божественный замысел, Должны уважать Старших. Даже если Они ведут себя Неправильно, И даже если Бог их должен Наказать, Ты должен их Все равно уважать. Почему? Потому что Не тебя выбрали, А Его. Это Он тебе Дает работу И зарплату, Потому что Его выбрал Бог. А теперь можешь Бунтовать Сколько хочешь В своем сердце. Потому что Это твои проблемы. Если ты хочешь, Чтоб тебя Среда подняла Вверх, Уважай Выбор Бога. Расскажу Вам одну историю. Две. Потому что Это очень сложная Тема для понимания, Как занять Высокое положение В обществе. Это нужно Реально Включиться в это И начать Двигаться В этом направлении. Очень серьезно Двигаться. Итак, Первая история. На фестиваль Благость У нас есть Замечательный фестиваль Благость. Это скрытая реклама Фестиваля Благость. Чтобы вы тоже Понимали, О чем речь. Вот. На фестиваль Благость Приехал один Очень Такой Необычный Человек. Обычно К нам Приезжают На фестиваль Люди Среднего Более-менее Достатка А тут Приехал Какой-то Непонятный Человек Такой Очень Крутой Такой Знаете Ну Не меньше Директора Завода Ну Видно Людей Знаете Я чувствую Кто Кто Есть Кто Ну Я удивился Так Ну Отметил Для себя Что Интересный Человек Такой Он Выделялся Среди Всех Людей И потом В какой-то Момент Посредине Фестиваля Он Подходит Ко мне Говорит Олег Геннадьевич Я бы Не поехал К вам На фестиваль Но Меня Посадить Должны Я уж Не знаю Куда Бежать Куда Ехать Я говорю Ну Рассказывайте Что с вами Он Говорит Я Как бы Директор Крупной Компании Ну И там Есть В ней Совет Директоров Ну То есть Надо мной Есть Старшие И эти Старшие Они Не очень Правильно Как бы Себя Делали Вещи Которые Не развивают Нашу Компанию И я Начал Против них Выступать Ну Так Сильно Что Появилась Угроза Увольнения Этих Людей Ну То есть Они Достаточно Опытные Люди Много Лет Уже Компанию Руководят Это же Опасно Реально Опасно Потому Что Люди Многие Без Работы Может Вообще Развалиться Все Потому Что Уволят Руководителя Лидеров Понимать Лидера Найти Очень Сложно Итак Он Говорит У меня Только один Вопрос Олег Геннадьевич Почему Эти люди Они Решили Меня Посадить За это И почему Бог Это допустил Я же Прав Все Что я Говорю Это правильно Я говорю Да Все Что ты Говоришь Это правильно Твои Советы Конструктивные Правильные Но Они Этого Понять Не могут Он Говорит Так Почему Тогда Бог Разрешает Меня Посадить В тюрьму Я Говорю Потому Что Вы Если Не Сядете Сделайте Больше Вреда Чем Польза Он Говорит А почему Больше Вреда Потому Что Вы Место Бога Решили Решать Решили Как Что Вы Выше Бога Стоите Чтобы Решать Кто Будет Управлять А кто Не Будет Понимаете То Вы Лишаете Этого Коллектива Огромного Коллектива Лидеров В результате Своей Правды Вам Надо Понять Что Во многих Вопросах Жизни Правда Ниже Человека Стоит Даже Если Ты Допустим Хочешь Семью Сохранить Ты Должен Понять Что Правда Ниже Человека У тебя Допустим Есть Правда Почему Мы Ругаемся Между Собой Потому Что Мы Правду Ставим Выше Человек Если Бо Мы Ставили Человека Выше Мы Не Ругались Мы Пытались Постепенно Сделать Так Чтоб Он Понят Итак Этому Человеку Объяснял Объяснял Долгое Время Объяснял Ему Почему Бог Его Сажает В тюрьму И Наконец До Него Дошло Он Понял Что Нельзя Ити Против Воли Бога Надо Уважать Старших Если Ты Хочешь Старшему Помочь Чтоб Он Понял Нужно Сначала Его Принять Вместе С Ошибкой А потом Дальше Потихоньку По-доброму Показывать Ему Как Правильно Своим Примером Даже Можно Говорить Старшему Чтоб Он Исправился Вот Допустим Мне Один Мужчина Рассказал Как Ребенок Его Отучил Пить Маленький Ребенок Просто Он Как Любил Сильно Папу И Он Подходит К Папе Папа С похмелья И Он Говорит Папа Слушай Объясни Мне Пожалуйста А ты Правильно Вчера Вел Себя Или Нет Когда Ты Выпил Ну То есть Понимаете Ребенок Не Говорил Папа Ты У меня Алкоголик Ты У меня Пьянчуга Я С тобой Жить Не Могу Мне Так Плохо Смотреть На Это Ребенок Так Не Говорил Он Принял Свою Судьбу И Говорит Папа Скажи Мне Пожалуйста А правильно Или Нет То что Ты Вчера Был Пьяный Вот Объясни Мне Я Маленький Я Не Знаю И Папа Говорит Сынок Ну Это Вообще То Неправильно Он Говорит Папочка Я Так Рад Что Ты Вот Мне Это Сказал Я Теперь Это Понимаю Но Я Не Понимаю Почему Тогда Ты Это Делаешь Он Говорит Сынок Я Это Делал Потому Что Не Могу С 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 Понимаете О чем Я Говорю Сейчас Или Нет Что Можно Даже Со Старшим Так С С С С С Но Если Ты Начинаешь Перед Ним Пальцовеером Типа Да Чего Ты Ну Тогда Получи Наказание Этот Человек Все Понял И Дальше Произошли Удивительные Вещи Понимаете То есть Он Говорит Я Все Понял Но Меня Сажают Я Ну Не 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 С С С Я Все Понял И Как Не Они Не Сажать Я Говорю Это Все Означает Ваша Судьба Он Потом Пошел На Молитвенный Ретрит У У нас На Фестивале Есть Такие Ретриты И Начал Молиться Молиться Вместе Со Всем Целый Час Ну Мы Не Молились Мы Повторяли Я Желаю Всем Счастья Это Как Молительный Настрой Называется То есть Мы Включаем Какую Ни Молитву И Просто Повторяем Я Желаю Всем Счастья Это Как Настрой Молитвенный Мы Там Громко Очень Повторяли Я Желаю Всем Счастья Хором И Представляете Он Потом Так Говорит Я Успокоился В сердце Думаю Что Все Будет Хорошо Но Говорит Я Не Знаю Что Делать Все Равно Он Говорит Я Говорю Ну Позвоните Им Скажите Что Вы Так Вот Поняли Все Он Так Начал Смеяться Говорит Тарья Геннадьевна Другие Люди Не Те Которые Вы Думаете Они Как Ну Так На Слова Не Реагируют То То Это Ничего Не Решит Я Говорю Ну Значит Верьте Что Бог Что То Сделает Представляете Буквально Через Двадцать Или Тридцать Минут После Нашего Разговора Ему Такого Не Было До Этого Звонят С Руководства И Спрашивают Его Как У Тебя Дела И Он Начал Прям Сразу Сходу Он Услышал Меня Потому Что Он До Этого Не Хотел Говорить Он Начал Им Рассказывать Свою Реализацию Вот Эти Представлять Человек Слушали Слушали Вы Слушали Рассказывал Рассказывал Потом Молчание Такое В трубке Потом Ответ Возвращаясь На работу Суда Не Будет Все Второй Случай Один Мужчина Специально Из Новосибирска Приехал В Барнаул Чтобы Не Рассказать Что С ним Произошло Он Не Задавал Вопросы Он Просто Рассказал Мне Потому Что Тема Очень Сложная Я Тоже Рассказывал Был Такой Семинар Я Рассказывал О том Как В Большом Горде Стать Успешным Человеком Я Рассказывал Ключевые Базовые Вещи Которые Люди Просто Не Знают Потому Огром 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 Силы Прилагал К тому Что Он Сначала Начал Молиться Принял Отца В своем Сердце Потом Пытался С ним Общаться Потом Достучался До него Отец Начал Общаться Потихоньку С ним Потом Он Начал Просить Прощения И в конце Концов Пришло К тому Что Отец Каждый День Звонит И благословляет На новый День Каждый День Звонит Благодолгословение Свои Дает Они Живут На расстоянии Большом Ну Вот Тем Не Менее Вот Такой Результат И Этот Человек Просто Ну Как Б Талантливый Человек Но Он Просто На обычной Работе Работал Но Он Хотел Быть Руководителем Всю Жизнь И Он Начал Сильно Уважать Всех Кто Связан С Руководством Его Вот Компании Не Важно Что За Люди Как Он Просто Волю Бога Выполнял И Прошло Какое То Время Его Вызывает Директор И Говорит Вот У Нас Сейчас Организована Такая Учеба Для Руководителей Объяснил Что За Учеба И Сказал Сколько Это Стоит Он Говорит У Меня Нет Денег Таких Я Не Смогу Пойти Директор Говорит Я Спрашиваю Можешь Ты Заплатить Это Или Нет Потому Что Мы Сами За Тебя Заплатили Ты Хочешь Учиться Хочешь Быть Руководителем Или Нет Он Говорит Я Хочу Ну Все Тогда Иди И Тот Пошел Учиться И Потом Он Проучился В Кое-то Время Тот Звонит Ему Сам Лично И Говорит Как 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 У тебя Оценки Все Узнал Там Как У тебя Получается И Он Рассказал Все Честно И Тот Ему Говорит У нас Организуется Новое Подразделение Ты Там Будешь Руководителем Когда Придешь С учебы Он Говорит Так У вас Куча Народу Которые Вот Уже Много Лет Работают С опытом Там Он Удивился Очень Этот Человек И Тот Директор Говорит Это Не Твое Дело Кого Я Выберу Кто Будет Руководить Эти Кто У меня Работает Или Ты Представляете У человека Нет опыта Руководства У него Нет связи Никаких Понимаете Просто Его Взяли И Поставили Руководителем Просто Потому Что От человека Исходит Сила Которая Вызывает Большое Табелье Один В Алма-Ате Один Человек Ко мне Подходит Говорит Олег Геннадьевич Я Не Могу Здесь В Алма-Ате Найти Себя Что То Мне Здесь Мешает Я Говорю А Вы Культуру Вот Эту Мусульманскую Уважаете Ну Это Русский Человек Уважаете Или Нет Он Так Говорит Ну Если Честно Я Не Уважаю Я Говорю А Вот Смотрите Вот У Меня К Вам Вопрос Если Вы Приходите Ну Какому В Какой И Вы Не Любите Хозяина Вам Собака Нормально К Вам Отнесется Нет Он Говорит Нет Она Меня Покусает А Если Любите Хозяина Говорит Я Не Знаю Я Говорю А Я Знаю Что Она Вас Точно Кусать Не Будет Теперь Смотрите Если Милиционер Останавливает Вас На Улице А Вы Не Любите Правительство То У Ничего Возникает Внутри Нюх Не Наш Слышите Меня О Чем Я Говорю Или Нет Что Есть Определенная Сила Которая Исходит От Человека И Эта Сила Говорит Старшим Этот Человек Тебя Не Предаст Продвигай Его Вперед Он Надежный Это Сила Из Сердца Говорит Твоя Собственная Сила Ему Говорит В Сердце Этот Человек Тебя Не Предаст Продвигай Его Это Сила Исходящая Не Выдвигай Его Не Поможет Он Тебе В Жизнь Вот Представьте У человека Очень Сильная Квалификация Он Очень Квалифицированный Крутой Специалист У У меня Был Семинар Для Бизнесмена В Москве Один Человек Встал И Говорит Олег Геннадь А вот Если Человек Крутой Специалист Я Эту Тему Разбирал Говорит Его Стоит Выдвигать На Ответственную Должность Или Нет Если Он Подкритиковывает Старших Я Ему Говорю Ни В Коем Случай Говорит Это Еще Хуже Потому Что Если Он Был Просто Дуралей И Ничего Не Соображал И Подкритиковывал Старшка Это Еще Куда Не Шло Или Он Был Допустим Плохой Специалист Но Сильно Верный Вам Найдите Плохого Специалиста Сильно Верного Вам Это Будет Лучше Потому Что Он Вас Не Предаст На Должности Потому Что Когда Человек Выдвигают На Должность То Этот Человек От Него Все Зависит Если Он Уходит То Разваливается Вся Фирма Понимаете Такие Люди Незаменимы А Бывает Что Все Клиенты Находятся Под влиянием Этого Человека Он Вместе С Клиентами Вообще Уходит Даже Жесть Просто Олег Если бы Вы мне Раньше Это Сказали Я бы Говорит Сохранил Свою Фирму Я Говорит Такого Хорошего Специалиста Вот Поставил Себе На Должность И Все И потерял Все Просто Из Этого Услышали Меня Нет Поэтому Чутье Есть У Людей Внутреннее Кого Поднимать А Кого Нет И У Вас Тоже Мне Кажется Есть Такое Чутье Если Под Вами Есть Какие Это Люди Однозначно Поэтому Если Вы Хотите Занять Высокое Или Достаточно Высокое Положение И То Которое Вы Можете Занять По Своей Судьбе Начните Уважать Старших Потому Что Бог Их Поставил Над вами Еще Одну Вещь Хочу Вам Сказать Знайте Что Если Люди Совершают Революцию То Надо 20 Лет Чтобы Эти Связи Между Правительственные Сформировались 20 Лет Представляете Люди Будут Гнить Нищете Прежде Чем В стране Все Наладится Поэтому Революция Это Вообще Не Вариант Для Того Чтобы Что То Изменить В Жизни Запомнили Да Вариант Каждый Должен Понять Первый Принцип Первый Принцип Который Вы Должны Понять В умные Достаются В умным А я Досталась Тебе Ну то есть Это в Ведах Написано И в Исламе То есть Коране Написано Если Люди Достойны Святого Правителя К ним Приходит Святой Правитель Если Чего-то Меньше Достойны Значит Будет Меньше Все Зависит Того Чего Мы Достойны Поэтому Примите Свою Судьбу Если Человек Принимает Судьбу Неважно С кем С правительством Или С женой Или С мужем Вот Вы Допустим Задали Вопрос У вас в сердце Не любовь А бунт Понимаете Это означает Недостойно Вот Если Допустим Человек Достоин Чего-то То Он Свои Он Принимает Человек Вот я Вас Принимаю Сейчас И потом Своей Добротой Внутри Доброты Человека Идет Знание Если Вы Кого-то Принимаете То Внутри Вашего Принятия Придет Знание К этому Человеку В сердце О том Как ему Жить Лучше Не важно Кто он Старший Младший Поэтому Мы должны Учиться Быть смелыми В сотрудничестве В отношениях Понимаете У меня есть Один помощник Который Вообще Классно Это понимает Он просто Вот так Смиренно Подходит Ко мне И говорит Олег Геннадьевич Я не знаю Как Вот это Понимать Правильно Это Или нет И он Мне Мой поступок Прямо Объясняет Рассказывает Который Неправильно Совершает Но так как он Очень по-доброму И смиренно До меня Сразу доходит Бунта Не возникает Почему Старшие Не слушают Потому что Они не любят Когда младшие Ведут себя Нахально Понимаете Они хотят Они хотят Наказать Человека И у них Нет Понимания В результате В сердце Ведь трудно Понять В чем Ты Неправ Любому Человеку Так Правильный Пример Доброе Отношение Смирение Изменение Себя Молитва Правильное Поведение Исправляет Ситуацию Постепенно Но больше всего Надо знать Что Бог Исправляет Ситуацию Я вам Расскажу Классически Как это Все происходит Это Описано Тоже В Священных Писаниях Происходит Все Очень просто Если Кто-то Из старших Вдруг Начал Совсем Вести себя Неправильно По отношению К стране То Сначала Он Напрягает Обстановку В стране А потом Обстановка Напрягает Его Ну то есть Другими словами Бог Его накажет Все равно И это Не наша Тема Понимаете Мы должны Просто дальше Жить спокойно И работать Если вы Хотите Помочь Помогите Как можно Помочь Приведу Примерно Вот допустим Представьте Две страны Решили воевать Представили Теперь Представьте Два Дипломата Один с одной Стороны Другой С другой И один Приходит Дипломату Другой Страны И говорит Ну простите Нас Мы виноваты Ну неправильно Там Там Повели себя Не то что Я хочу сказать Что мы слабые Как бы не сможем С вами воевать Просто мы поняли Что в чем-то Мы не правы Та страна Теперь будет с ней Воевать С этой Или нет Понимаете Это один человек Сказал Не вся страна Один человек И этот Один человек Принес Мир Это значит Тысячи жизней Будут спасены Представляете Как можно Словом Менять ситуацию Но если бы он Разозлился И сказал Мы вас накажем То все бы были Трупами Или много бы Было трупов Люди Которые не могут По-доброму Относиться К старшим Младшим К равным Всегда В этот мир Несут Только одни Трупы Потому что Они не знают Как исправлять Ситуацию У них нет Знания Каждый человек На своем уровне Должен влиять На ситуацию Если вы можете Влиять Влиять И не можете Молитесь Просто Живите спокойно Но если вы Начали Начали Бунтовать Это не принесет Счастья Никому Поверьте мне Потому что Хаос Всегда Разрушителен Хаос Не надо Создавать Вот допустим Идет война Командир Неправильный Приказ Дал Один солдат Говорит Наш командир Наш предал Дальше все Что будет Еще хуже Деморализация Полной армии И разгром Он совершил Ошибку Там допустим Погибнет Какое-то количество Солдат Ну то есть Ошибка Произошла В стратегии Но никакого Предательства Не было А предательство Это что? Это бунт Вот этот Предал Этот солдат Всех Понимаете? Потому что Он деморализовал Армию целую Она перестала Быть функциональной Она не может Дальше воевать Точно так же Завод может Тоже деморализоваться И так далее Ну то есть Когда люди Бунтуют Они идут Против воли Бога Они не хотят Гармонии И исправления Изменений Они хотят Разрушения Это представьте Допустим У вас какой-то Палец Перестал Хотеть Работать Да? Ну то есть Вы неправильно Пользуетесь рукой Там Ну допустим Много работает Не хотите На природу ходить И палец Бунтовался Да? Говорит Все Не буду Двигаться Нормальная ситуация? Ненормальная ситуация Поэтому Палец Он начинает Болеть Да? Начинает Запоры Начинают Появляться То есть Организм Человеку Говорит Слушай Ну нельзя Так жить Ну прямая кишка Не отказывается Работать Представьте Допустим Вы Как бы Живете Да? Прямая кишка Говорит Все Чем занимаемся? Забастовка То есть Прямая кишка Перестает двигаться Что дальше? Это нормальная ситуация? Нет? Или пальцы Перестают двигаться Или глаз Уже не может смотреть Ты слишком долго На компьютере Смотришь Неправильно живешь Все Забастовка Глаза такие Ты ничего не видишь Нормальная ситуация? Нет Так запомните В Северных Писаниях Люди Сравниваются С организмом А правитель С личностью Он управляет Организм И организм Должен Как бы Вести себя правильно И правитель Правильно Ну как бы Ну когда неправильно То есть разные варианты Неправильно Понимаете? Если правитель Палец себя отрезает Это нормально? Нет А если палец Перестает работать Тоже не надо Майк Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому